Всем привет! На связи Борис Искалов, сайт Лизы Санкт-Петербург и давайте я вам расскажу, коротко это существует. Лететь до Доминика на 11,5 часов. Ну, это хорошо, что рейс дневной, потому что ночью, наверное, было бы это тяжело. А вообще за окном достаточно красиво, высветит солнышко. Вот что самое интересное, вылетели где-то в 10 дня, из-за того, что в Доминикане просто 7, полет будет проходить только-только днем. Вот прилетели аэропорт Доминиканы для Романа, такой очень маленький, наш единственный самолет. Пойду быстрее, чтобы пройти контроль. Извиняюсь, что все трясется и не ждать вот этот весь самолет целый. Аэропорт Роман достаточно маленький, вот вы выходите и прям здесь же пешком в ход, быстро вообще проходите границу. Всего лишь две ленты багажа и все, вы выходите на улицу. Очень маленький аэропорт, вот буквально две ленты багажа, наш единственный самолет. Надеюсь, так же, как быстро прошли границу, его получим. Вот и весь аэропорт. Такой маленький, компактный. Буквально из самолета выходишь, какой-то маленький домик, новый. Показываешь паспорт, въезд без визы, без визы можно находиться 30 дней. Ну и во время ковида еще QR-код, надеюсь, тоже скоро все это закончится, отменяем. QR-код, анкету здоровья, которую вы заполняли раньше. Вот и все, можно уже выходить. Вот он, выход из местного аэропорта. Здесь вот такси, если у вас нет автобуса. И обычный автобус. Вот за мной выход. Вход и выход примерно один и тот же в аэропорту, пусть он очень маленький. Проходите. Видите, они одинаковые, что зал-отлет, что зал-прилет. Только у зал-отлета будет дьюти-фри, а после зала-прилета дьюти-фри поменьше. И прям вот выходите на улицу. То есть после того, как вы прилетели, пройти на улицу, про пограничный контроль, все очень близко, все рядом, аэропорт очень компактный. После того, как вы прилетели, вот и магазин дьюти-фри очень маленький. Ну, не записывал, потому что быстрее торопился после 12 часов перелета попасть в отель. А когда вы вылетаете, магазин дьюти-фри уже большой, ну и более интересный. Вот приорити-пасс дают многие банки, например, вот как у меня есть там лишь достаточное количество денег. Либо можно просто оформить по ссылочке ниже, оформить ее. Это будет выгодно, так как вы можете ходить в бизнес-зал в аэропортах бесплатно, особенно если вы достаточно регулярно летаете. Это очень выгодно и удобно. Из-за аэропорта у вас два романа в Доминикане еще много различных, ну не много, но достаточно кафе, что можно посудить, что-то купить. Один кусочек пиццы, вот в риф-кафе, здесь начинается от 6 долларов. Приорити-пасс расположен на втором этаже, куда мы сейчас с вами пойдем. Есть магазин дьюти-фри, допустим, цену дьюти-фри. Если вы живете где-нибудь в пятизвездочных отелях, как мы в Баваре, рядом киоски, где все дорого, примерно одинаково. Если в обычном супермаркете, где покупают местные джумбы, там тот же в Пунте-Кайне, то будет поменьше стоить, чем дьюти-фри. Но если что-то забыли купить, можно взять здесь. То есть граница проходится очень-очень быстро, когда вы сюда прилетаете на вылет. Стойте регистрации, здесь даже места в аэропорту нет. Они просто находятся на улице, у входа в аэропорт. Зарегистрировались, есть небольшой бизнес-зал. Владельцы приводятся, посмогут сходить. А также здесь, в самом аэропорту, есть парочка кафе после регистрации и до самой регистрации. Ну, все очень быстро, компактно. Но на стойках регистрации может быть очень-очень, особенно если видите такой большой самолет. Азур-Эйр, он очень большой, объемный. Более 500 человек сейчас повезет. Смотрите, многие банки, например, с крупной суммой на счету дают эти priority pass в качестве бонус. Клиентов, можете просто оформить по ссылочке ниже и ходить в бизнес-зал в аэропортах, чтобы не торчать, ожидая рейс. Я всегда прилетаю, зарегистрировался, поел, что-то покушал, спокойненько отдохнул в бизнес-зале. Во всех аэропортах международных они есть. Очень удобно. Priority pass достаточно небольшой, компактный. Но есть закуски, кофе, чай, алкогольный, как я предлагаю.